Видите на стенах нашего музея. Кто-нибудь знает что-нибудь про горячий маль? Кто знает, поднимите руку. Ага, никто ничего не знает. Значит, я могу рассказывать все, что было. И вы мне поверите. На самом деле, горячий маль это такая разновидная стекла, как мы с вами знаем в бутылке. Стеклянные стекла, стеклянные стаканы, стеклянные бутылки. Вот и горячий маль, она внешне похожа на стекло, потому что варится на базе кварцевого песка. Но затем в нее добавляются соль и укислы различных металлов, которые придают ей определенный цвет, определенную консистенцию. И если внешне, да, она похожа на стекло, то по факту это совершенно другой продукт. И когда вы возьмете вулки, вы почувствуете, что? Тяжелое. Передавайте дальше, чтобы все могли потрогать. Она очень тяжелая, так если как раз и придавите самые соли и металлы, которые вводят в свой состав во время варки. Это ювелирная маль. Она используется для создания ювелирных украшений. И картин, которые улетели в стенах нашего музея. В нашей стране только один завод производит такие мальки. Это Дуровский красочный завод. Аналогичные заводы есть на территории Китая, США и некоторых стран Европы. Наши художники используют как импортные, как отечественные материалы. В нормальном приходе? Вот в таких производственных рикетах. Как вы думаете, что мы с ней делаем? Какие варианты? Берем молоток и вдребезги разбиваем ее в мелкую малевую крошку. А затем отправляем в такие барабаны. Барабаны мы герметично закрываем и отправляем на мельницу. На мельницу они непрерывно вращаются в течение 9 часов и перемалывают нашу малевую крошку. Вот с такой порошок. На что покушать порошок? Как вы думаете? Глазурит? Глазурит, да? Нет. Сахарная пудра, мелкий речной песок. Потом он засосуется по стаканчикам, которые находятся у вас на столе. Разбавляясь дистиллированной водой. Мы с вами как раз и будем получать ту самую ювелирную маль, которую затем с помощью кисти будем наносить на медную пластину, сушить и обжигать в печи при температуре 800 градусов. Горячий маль – один из самых древних видов искусства. Он насчитывает более 3,5 тысяч лет. Самые древние изделия были найдены на территории Греции и Кипра. Это были женские золотые украшения с наплавлением эмали различных цветов. А свой расцвет эмали приобретают во времена Византийской империи. Тогда открывается множество мастерских, как на Руси, так и в Европе. Особенность этих мастерских было то, что они, как правило, все были семейного типа. Потому что искусство горячей мали – это прежде всего знание мастер-магичных пеклов, технологий. И чем больше эффектов он знал, тем более он был известен. Вот чтобы эти знания не уходили конкурентам, они передавались из поколения в поколение от отца к сыну. Женщины в тевременное магирование не занимались. Это был очень тяжелый труд. Горячая маль – это еще один из самых дорогих и так искусства. И каждый человек сегодня в стародавном временам упознает себе картину, портреты и изделия, выполненные в технике горячей мали.